Вакцинация жеребца против столбняка Вакцинация жеребца против столбняка При попадании в грунт он образует спору и в грунте он может жить на протяжении 11 лет Мы наблюдали случай столбняка у двух коней Ранней весной в одном из хозяйств района мы наблюдали такую картину Коней выгнали на обору после того как там были в прошлом сезоне содержались коровы После того как они определенное время там побыли, это было около 5-7 дней, кони заболели на столбняк Точно неизвестно какая травма была у этих коней Но как правило это глубокие уколы гвоздем, засечки, заковывания, просто сильные травмы После того как возбудитель, анаэробная палочка попала в рану Ей для того чтобы развиваться нужны анаэробные условия, то есть условия без доступа воздуха Главную роль в поражении нервных центров движения спином и головном мозге Играют токсины, которые выделяет кастеридиум тетани И главный из них титаноспазмин Что привело к развитию клонических тонических судор Как это выглядело клинически При первых симптомах кони вели себя беспокойно Как будто бы чего-то боялись, опасались Потом у них начали появляться скованность в движениях Они качали головой Далее, когда начало прогрессировать заболевание Им все тяжелее и тяжелее становилось передвигаться В результате кони ложились на землю, лежали на землю У них периодически начинались тонические судороги Особенно при любом шуме, при любом раздражении Уши не двигались, зрачки были расширены Также наблюдался тризм, то есть сильное сокращение мышц челюстей В таком также наблюдалось у одного коня выпадение 3 веки И в таком положении конь пролежал на протяжении 8 дней Один и другой И в конце концов они сдохли Вы спросите, но почему же эти кони мучились на протяжении целой недели И почему им не оказали должной какой-то помощи Хотя бы какой-то помощи Ну точно я не могу сказать, какую помощь им оказывали в той ситуации Потому что я был только наблюдателем Лечением и курацией этих коней занималась госслужба Но скорее всего, причина скорее в том, что поздно было определено заболевание Поставлен диагноз и соответственно не была применена противостолбнячная сыворотка Возможно у них просто не было в наличии противостолбнячной сыворотки Так как это по сути является редкостью В любом случае лечение эффективно только при первых симптомах заболевания Итак, если взять в виду то, что сыворотку фактически не достать Лечение эффективно только в начальных стадиях заболевания То логичным будет прививать коней Проводить вакцинацию против этого опасного и смертельного заболевания Что сейчас Анатолий вам покажет Вакцинацию можно начинать уже с трехмесячного возраста Для вакцинации используем инактивированную вакцину против столбняка Клатаит-4 Вакцину вводим в дозе 1 мл глубоко в мышцы методом сухой иглы То есть без антисептика Проводить вакцинацию против столбняка Клатаит-4 Проводим в той же дозе через 3 недели Следующая вакцинация одноразово раз в 2 года Друзья, берегите своих лошадей, вакцинируйте их против столбняка До свидания Друзья, берегите своих животных Вакцинируйте своих лошадей Друзья, вакцинируйте своих лошадей Перерегите своих лошадей Остальная... Раз Основная характерная... Сейчас Основная характерная черта этого зельба Все Субтитры создавал DimaTorzok